приветствую так вот прошлой нашей встречи мы начали госпитальные названия а теперь как я и говорил наши встречи следующие будут посвящены также площади улицам и переулку тоже связанным госпиталем военным имени бурденко вот эта встреча и следующая и на этой встрече мы говорим о госпитальной площади и улице госпитальный 2 находятся они в османном и лефортовском районах москвы об османы это центр города центральный округ а соответственно лефортово это юго-восточный округ то есть они фактически находятся на стыке центрального описательного округа и юго-восточного по сути дела в общем-то они примыкают к натуральной части нашего города хотя конечно до садового кольца есть в общем то конечно еще надо доехать не так уж и близко если так брать за центр города садовое кольцо площадь госпитальная находится между улицами госпитальный вал госпитальные улицей и солдатской улицы то есть от него ходит основной центр вот так стоять в сторону реки ялки отходить госпитальный вал входит госпитальная улица, а сзади отходит солдатская улица. И вот, собственно, такая небольшая площадь, может, какие-то виды, скорее, больше такая искусственная площадь, и она такая несколько неочевидна. И на ней находится как раз военный госпиталь, парк героев войны 1812 года, ну и рядом находится Лефортовский парк. Движение машин по площади двухсторонняя по всем улицам, которые ее составляют, и площадь имеет по периметру около 100 метров. Вообще, когда-то здесь находилась солдатская слобода, то есть здесь жили солдаты, ну и церва, понятно, ну и прямой солдаты, бойцы, вот у них тут были полки, соответственно, да, ну и они тут портировали. А тогда в 15 веках да и до этого, в принципе, тоже России было довольно много войн, они принимали часть там русско-бреских, там и потом отечественного на 12-го года, ну много разных войн было, разных фронтов, и кавказские войны потом уже, да, вот, и, соответственно, ну понятно, что солдатам надо было где-то лечиться, и вот при Петре Первом был создан здесь вот для Портова военный госпиталь был основан в 1706 году, то есть в самом начале 18 века, и вот как раз по этому военному госпиталю как раз и были названы вот эта госпитальная площадь, ну и все, соответственно, входящие у него, примыкающие к этому госпиталю улицы и госпитальный переулок. Названы они были уже, ну, сама площадь сформировалась в 1830-х годах, то есть основан-то был госпиталь еще при Петре Первом, ну, тогда этой площади, естественно, не было, здесь был, наверное, пустынник, а пустырь был такой, да, еще не основана территория, не обжитая, ну, а потом потихонечку стали формироваться уже прилегающие улицы, и вот в 1830-е годы сформировалась площадь, как-то такой центр, так сказать, этой местности, да, солдатской слободы, ну и дальше, что сказать, вот тут от нее стали отходить разные улицы и так далее. Ну, и все они были названы по этому госпиталю, да, это старейшее в Москве медицинское учреждение, да, вот была она основана в Петре Первом, но сейчас это главный военный госпиталь имени Бурденко, тогда при Петре Первом здесь был анатомический театр, аптека, покои для, так сказать, ну, солдат и для персонала, обслуживающегося, она, собственно, больница, где лечили солдат, военных вообще, да, кто принимал участие военных действий, тут же было училище, ботанический сад, но вот училище, кстати, вот тогда еще госпитальной школой называли, вот, для подготовки военных врачей, вот, и там руководил ей Николай Бедло, Голландец, ну, с подвергнием Петра Первого, один из тех, которые, очень-то, приехали, Петром, он выписал из Голландии, вместе там с тем же Францем Репортом, ну, и некоторыми другими голландцами, вот, от Петра Первого здесь ничего не сохранилось, кроме, собственно, самого госпиталя, это место, где он находился, те постройки были разрушены впоследствии, а в конце XVIII века эти все здания пришли в упадок, и вот при Павле Первом были построены новые корпуса, это прошло в 1797-1882 годах, и вот эти именно корпуса как раз сохранились до нашего времени, то, что мы сейчас можем видеть, причем пожертвующий в 1812 года он, в общем-то, эти постройки не затронул, больничные, то есть они сохранились, вот, при Александре Первом еще больше территорию больницы увеличилось, были построены новые корпуса, в 1746 году военный госпиталь получил имя Дурденко, в честь первого знаменитого отечественного, ну, и в 166-16 советское время были в 1330-390 годах построены уже новые корпуса, поэтому, собственно, на территории госпиталя много корпусов, есть старые, сохранившиеся, и, конечно, самое главное, постарый корпус, да, ну, а есть, естественно, уже и новые корпуса, ну, естественно, в соответствии с нужными, в соответствии со временем, что-то разрушалось, что-то устроилось, ну, главный корпус сохранился, вот, который построил проект, проект архитектора Еготова, знаменитого, московского архитектора, как я сказал, в 1798-1862 году, он был построен при императоре Павле Первом, вот, ну, это, интересно, такие как большие колонны, портики, довольно длинные, вот, и он занимает очень большую территорию, между, идет вдоль госпитальной улицы, часть идет вдоль улицы госпитальной ВАУ, ну, и как угол его уходит как раз на госпитальную площадь, ну, за ним находится нейрологический корпус, тоже довольно старый, 1723 года постройки, ну, это, он, например, находится фактически на госпитальной улице, но числится он в госпитальной площади, ну, а по улице госпитальный ВАУ находится центральная прохрана и бюро пропусков, ну, то есть, также центральная военно-врачебная комиссия, ну, это сейчас там находится, здесь, раньше там были какие-то постмедицинские учреждения, все двухэтажные здания построены в 1838 году, прямо один за другим, они довольно похожи на друга, вот, ну, а за ними, соответственно, уже идут два двухэтажных корпуса, построенных в 1827 году, ну, в глубине, что мы не видим, практически, да, скрыт от посторонних глаз, там, за оградой, находится хирургический корпус, ну, немножечко его видно, потому что он высокий, семиэтажный, в 1880 году построен, тоже советский, да, кардиологический корпус там рядом, восьмиэтажный, в 1871 году построен, причем, кардиологический, там, даже там два корпуса, старые, но будет, радиологический корпус на 1865 году построен, ну, и некоторые другие строения, в частности, вот, интересно, Стоим так называемые новые бани 19 века, ну это такое здание, да, ночью это там мылись, наверное. И еще первый российский морг, вот это бывший анатомический театр 19 века, но затем уже перепротивляли в морг. А, кстати, сейчас там вроде даже уже и не морг, а почта находится. Вот, кроме того, госпиталь, на территории госпиталь находится также два общежития, причем оба пятиэтажных, по сути дела, представляющие себя, в общем-то, такие обычные жилые дома. Один построен в 1334 году, а второй в 1360 году, то есть в советское время, но они как общежития. Ну, возможно, что сейчас они просто используются как гостиницы, или может быть там сдаются на нем как-то, не знаю, но может быть тоже как общежития. Ну, то есть такой целый большой военный городок. Вот, ну, естественно, лечится тут военное, но действительно до сих пор, и как и изначально и было, это военный госпиталь, причем центральный, главный военный госпиталь страны, не только Москвы, но и страны. Так что вот такие самые особенно тяжелые случаи, кому требуется, всегда привозят именно сюда. Вот, ну, естественно, там вынизирована охрана, все, конечно, довольно строго, не дежурствует, естественно, все обдорожено, ну, как в общем, по сути дела, это военный объект тоже. Хотя и специфический, но, по сути, тоже военный объект. А вот напротив, это военный госпиталь находится обычный госпиталь, да, только называется он не госпиталь, а больница номер 29 имени Баумана. Ну, тут на Бауман, Басманный район, тут Баумана, неподалеку проходит имени Бауманская и 2-я Бауманская улицы, тоже много с Бауманом связано. Под номером 2, то есть если, так сказать, строение вот этого военного госпиталь, она чистится под номерами 1 и 3, то, соответственно, эта больница, она, там все строения чистятся под номером 2. И тоже больница довольно старая, хотя и более новая, скажем так, по сравнению с военным госпиталем была она основана в 1875 году княгиней Натальей Шарховской. Вот, и здесь она создала община с сетером Милосердием и сохранила вот несколько старых корпусов, а, кстати, еще и часть корпусов сохранилась от военного госпиталя, которая, вот, на протиположном состоянии улице находится, но, очевидно, тогда этой улице еще как никакой не было, не сложилась она, ну, и была такая единая территория, а потом улица, она часть корпусов разделила, и они оказались на территории обычной больницы, а часть, они так и остались на территории военного госпиталя. Ну и, естественно, часть новых корпусов. Старые корпуса есть, начало 19 века еще как раз в военном госпитале остались, но есть уже корпуса непосредственно больницы, потом были построены при княгине Наталье Шаховской уже в конце 19 века. Ну и на территории, в глубине не или на улице, но находится храм Воскресения Славущего. Вот тоже, ну, больничный храм на территории. Так что это, как сказать, больница для всех. Вот, если это только для военных, да, то, соответственно, напротив, находится больница для людей. По сути, тоже госпиталь, но просто не принято называть военные больницы госпиталью, да, но это для военных, а для обычных это для больниц. Ну, по сути дела, это, в общем, понятно одно и то же. Вот, также к этой больнице, вот, обычной, да, по номеру 29, примыкает офисное двухэтажное здание, причем на кирпично-деревянной, вверх кирпичный, соответственно, низ деревянный. Вот, и еще частный медицинский центр по номеру 21, двухэтажный тоже здание 19 века. Это как раз тут бывший дом, усадьба Натальи Шаховской, где она, собственно, жила. Вот, ну, по какое-то время тут был какой-то такой оккультный, типа, центр, да, ну, я не знаю, как, типа, Брахма Кумарис, что-то такое, типа, восточный духовный институт, какой-то университет. В общем, какая-то организация, ну, вроде как их выселили, да, и теперь там обычный частный медицинский центр находится. Вот, ну, и еще, и, кстати, тоже вот по этой площади, кроме двух больниц, соответственно, да, и вот это офисное здание и медцентр, еще находится бизнес-центр по номеру 21, трехэтажное здание, которое раньше было, это когда-то начально была военно-фельдшерская школа, здание 18-19 веков. Когда-то оно служило для оранжереи, потом тут были казармы, вот, а потом, соответственно, вообще было жилье, вот, для студентов военно-фельдшерской школы. И, в общем-то, сохраняется это жилье до 1880-х годов, когда, в общем-то, всех отсюда выселили, хотели, в общем-то, это здание было в удручающем состоянии, хотели тут строить, отрезать третий транспортного кольца, но потом решили по тоннелю проложить, то есть под землей проходит, да, сейчас вот это вот, лепортовский тоннель под лепортовским парком и под этими зданиями. Вот, ну, потом отказались от этой идеи, но, однако, людей выселили, долгое время здание разрушалось, было в удручающем состоянии, и вот так давно, буквально несколько лет назад, оно было восстановлено, ну, по сути, построено, в общем-то, заново, во многом, то есть там почти ничего не осталось от того, что было. Ну, и, соответственно, не так давно здесь вот открылся, ну, бизнес-центр, по сути, описок. Ну, и, как я сказал, еще также на площади находится парк, вот, это еще называют его диспетальный сквер, вот, ну, собственно, парк героев в памяти героя по 1812 году, он был назван в 2013 году, когда он был, соответственно, весь обновлен, ну, может быть, так вот, заново создан, да, из такого, в общем-то, обычного сквера, был поставлен памятник, как раз, вот, героям войны 1912 года, фонтаны созданы, вот, ну, и проложены там дорожки, новые скамейки поставлены, то есть он так вот и был, как говорится, причесан. Это вот, что касается площади. Что касается улицы Госпитальный Вал, то она проходит, как раз, вот, Госпитальный площадь, как я говорил, и далее до железной дороги Казанского направления, около платформы Вектор Заводская, и до улицы Семеновский Вал, который дальше там, за мостом, через железную дорогу, уже продолжает вот эту улицу Госпитальный Вал. Вот, проходит она, значительная часть проходит по границе военного госпиталя, и это больница напротив, под номером 29, о которой я только что рассказывал, здесь на ней чисто по улице Госпитальный Вал, ну, и часть также проходит по границе Веденского кладбища, которая чистится по наличной улице, я о нем еще несколько подробнее расскажу, когда будет встречена наличная улица. По улице Госпитальный Вал и резон двухсторонний движение автомобильного транспорта, ходное в пласти в каждом направлении, кроме того, проложены нормальные пути, вот, причем они проходят стороне от этой улицы, то есть по ним автомобильное движение не идет, они там отдельно проходят, да, и дальше они потом поворачивают и идут по Солдатской улице, как раз вот на Госпитальной площади они тоже есть, и поворачивают, и идут туда тоже. Вот, госпитальный, по Солдатской улице, а раньше, раньше, там еще была такая развязка, вот на Госпитальной площади как раз, и трамвайные пути же не только по Солдатской улице, но они еще по Госпитальной улице, и туда дальше, по Госпитальной переулке, через мост, вот, через реку Ялзу, ну, потом их демонтировали, да, и, кстати, на этом мосту еще до сих пор, вот говорят, сохраняются вот эти рельсы, трамвай, но не закатаны по спальню, ну, говорят, что там они до сих пор еще, вот, ну, что еще, кроме, да, длина этой улицы, Госпитальный вал Солдатской улицы 1,3 километра, а то еще и более 1 километра, до 1324 года он назывался Госпитальный камер-калежский вал, улица Госпитальный камер-калежский вал, то здесь была, так сказать, ну, проходила стена как раз камер-калежского вала, да, один из участков камер-калежского вала, который был фактически границей города Москвы в 17-18 веках, вот, и здесь как будет граница такая была, ну, вал, и, соответственно, под ним была, ну, это Канасов-давал, и под ним был ров, вот, и вот одна из, ну, проходил, окружал всю Москву, да, вот, так сказать, какая-то граница была, да, ну, и, соответственно, поэтому так и называлось, ну, а потом, вот, в 1324 году сократили название улицы, просто про улицы Госпитальный вал без камер-калежский, ну, это слишком сложно было. Ну, и дальше, вот, за после госпиталей и кладбище, дальше по улице, собственно, она жилищно-социальная, в общем-то, обычно становится уже, вот здесь от меня отходит улица Новая Дорога, потому что военный госпиталей, он поднимает большую территорию, да, между госпитальной площадью, госпитальной улицей, госпитальный вал, улица Новая Дорога и госпитальный набережный, вот такой, можно сказать, почти квадрат какой-то занимает большую территорию, и, вот, как бы, границей являются, вот, здесь вот по улице Госпитальный вал, это и улица Новая Дорога. Ну, дальше у нас уже идут лично-социальные объекты, вот, и начинаются они с культурно-спортивного центра, по-другому, 10-этажные здания 1556 года постройки, это бывший детский дом, в 2010-х годах, по-моему, до 2013-го, что ли, года, где-то там. Ну, и дальше там у нас уже живые дома, это 4-х, 5-этажные, 130-х, 160-х годов постройки, 12-этажные дома, 60-х годов постройки и 2002-го года. 14-этажные жилые дома, 150-х, 70-х годов постройки и 2000-х годов постройки, это уже современные. 14-16-этажные из 2004-го года постройки, 12-14-этажные дома из 2003-го года постройки и 17-этажные жилые дома из 2002-го года постройки. Также там находятся и 3-детские сады, и 5-этажная школа. Ну, и филиал Мосэнерго, вот, тоже в таком обычном советском здании. Ну, то есть мы видим, что живые дома там переплетаются, и советские дома, да, то есть, начиная с 30-х годов, ну, в основном, такие уже позднесоветские, и уже современные, по-советски уже 2000-х годов построили. Ну, последний дом был, в общем, построен уже, в принципе, как-то, вот, получается, довольно-таки давно, в 2004-м году, то есть, вот, может, и 15 лет там уже ничего не строится, так вот, все осталось. Ну, и пока вроде строить не планет, хотя, вроде, может, 5-этажки будут и снать. Ну, а на противоположной стороне находится опытет дошкольной педагогики Московского педагогического и старственного университета МПГУ, по-другому 4-5-этажные здания, и бюро Атташе посольствия в Дьеркнаму, по-другому 4-5-этажные здания, 36-го года постройки. Ну, и так же там, вроде, какой-то, типа, магазин, что ли, находится, какого-то, типа, бара какой-то, ну, ну, так еще, какой-то небольшой такой здание. Ну, вот и все, собственно, хотел сказать о госпитальной площади улицы Госпитальный Вал. Ну, доехать сюда лучше на трамвай, Кентра-Семеновская, номера 32, 43 и 46, до остановки в госпитальной площади, она так и называется, прямо непосредственно этой площади остановка, ну, и дальше, вот, как веером расходятся вот эти улицы, да, и госпитальный Вал, и Таня-Семеновская улица, и Солзатская улица. Вот и все. Я думаю, это самый лучший вариант. Потому что от Петро эти места довольно-таки изголена, поэтому без общественного транспорта, без трамвая, да, ну, по преимуществу, здесь, в общем-то, трудно будет об этом. Приятных прогулок, и данного встречи на улицах Москвы. А места эти я, конечно, очень советую посмотреть. Очень красивые памятники, конечно, есть у военного города. Ну, и не только. Я об этом, кратим гордко.